Знаете, что мне хочется вам рассказать? Я заметила, что когда я делаю видео, о чем-то рассказываю, что люди совершенно все воспринимают как бы по-своему. Я там, например, ничего такого не говорила, люди зачем-то выдумывают всякие глупости. И, кстати, об отношении к моим видео. Если вы их считаете негативными, то это ваши отношения. Я свои видео не считаю негативными, я просто рассказываю то, что вижу вокруг. То есть мое субъективное мнение. Так вот, такой был комментарий, типа, что с испанками можно общаться, типа, с ними, ну, что они такие обаятельные, там, вежливые, все такое. Интересные, конечно, я не знаю, что имелось в виду, что они интересные. Я представить это не могу, как может быть испанка интересна. Вот. Хочу сказать, что когда я делала видео о дружбе, я сказала, что из класса с испанками невозможно дружить. Общаться-то можно, я там сказала, что да, общаться можно. С ними ходить можно в бар, с ним сидеть там, кофе попил, поболтал. Вот, конечно, они обаятельные, ну, обаятельные, это, ну, как сказать, приветливые. Но они вас к себе близко не подпустят. То есть всегда есть дистанция, есть барьер, который нельзя переступать. Я об этом тогда хотела сказать. И, ну, например, вот, я каждый день общаюсь со спанком. То есть я, например, выхожу, куда-то иду, мне куда-то надо, я выхожу, и у меня может на улице сходить какая-нибудь соседка, и со мной начинают разговаривать. Я всегда со всеми разговариваю, я в общении не отказываю, потому что, во-первых, это мне тоже надо самой для практики языка, потому что я аж дома сижу, у меня муж русский, и, конечно, для меня самой очень полезна практика разговаривать. Естественно, я с удовольствием со всеми разговариваю. Ну, в общем, как бы люди как вот, ну, не понимают, что ли, когда говоришь. Слушай, я говорила не об общении, да, общаться легко с испанцами. Вы можете зайти в магазин и там, ну, кто говорит на испанском языке, и спросить там, ну, что-нибудь, помочь вам выбрать какой-нибудь продукт, или что они с таким удовольствием это вот соглашаются, начинают помогать, искать, все полки перевернут. Вот они такие. Там, если стоишь, ну, автобусную остановку ищешь, они прямо готовы за руку тебя до автобусной остановки довезти. В общем, они любят общаться, я ничего не говорю. Они любят, и они, ну, любопытные к иностранцам, особенно. Они вот вчера, когда, вчера, это было бы завчера, когда эта женщина увидела, что какое-то необычное у меня платье, она ко мне подошла, и она все расспрашивала про платье. Вот, то есть, как бы, ну, во-первых, она сразу удивилась, что я говорю на испанском языке, потому что она не ожидала. Вот. И когда узнала, что я говорю на испанском так, сразу у нее так много вопросов стало. В общем, не мешайте эти две вещи – дружба и общение. Общение, да, у них такие легкие общения. Я думаю, что у них и между собой-то особо такой сильно дружбы нет. Они же только выходят, как они говорят, как нас утро в Салимус от Амара-Альго. То есть, у них даже такое выражение, что не выходит что-то, ну, что-то попить, то есть, в кафе сходить. Ну, на пикники тоже они выезжают. И вообще, конечно, общение у них очень узкое. То есть, они, ну, они очень долго могут на одну тему разговаривать. То есть, то, что, как бы, напрягает вот нас, меня лично напрягает, что мы как-то всегда любим на разные темы разговаривать, с одной темой на другую скакать. Ну, там, за полчаса мы там 10 тем разных обсудим. А они, они долбаются одну и ту же тему, одну и ту же тему. Они полчаса могут как жвачку жевать, одну и ту же тему. Не знаю, это, ну, это очень... Я теряю всякий интерес, мне становится скучно. Я, ну, не знаю. Я не могу понять, как вот это можно сказать, что с испанками интересно общаться. Не знаю. Мне вообще никак не интересно. Мне с нашими больше интереснее общаться, чем с этими с испанками. Ну, в общем, это мое субъективное мнение. Кто со мной не согласен, ради бога. Если вы считаете, что... Что я не первая, можете писать в комментариях. Пишите. Ну, лично... Ну, я все-таки, извините, я 11 лет здесь живу. Я, считайте, каждый день с ними... Я общаюсь каждый день с испанками. И с испанцами. А с ними каждый день общаюсь. Я никогда рожи не кривлю и со всеми с удовольствием общаюсь. Но я это делаю для... для своей выгоды, так сказать, для практики языка. Может, это, конечно, некрасиво звучит, но... Явно интерес они у меня не вызывают. Давно уже не вызывают. Лет пять уже как не вызывают никакой интерес. Ну, ладно, до свидания. Все, знаете, забываем вам показать, что в Испании тоже есть березки. Так, если нам поскучать по родине, то, пожалуйста, вон есть березка она. Смотрите, какая странная. Лакучая какая-то. Ну, это береза. Вот она. Белый ствол. Видите? Так что у нас есть где поностальгировать по родине. Если вдруг захочется. А, еще, знаете, хочу вам... Ну, не знаю, как-то я раньше это не говорила, но... Ну, в общем, если вам нравится это... Мои видео, пожалуйста, ставьте лайки и, пожалуйста, подписывайтесь под мой канал, потому что это способствует продвижению канала. И, то есть, это способствует тому, что меня больше людей увидят. А когда вы, ну, никак не реагируете, но мы просто посмотрели, и оно, вот, как получается, стоит на месте, так что... Помогите мне и помогите людям, которым, может быть, Испания. Большое спасибо за комментарии. До свидания.